После реформы УС пассажирские перевозки не будут нуждаться в субсидировании, Нилбрукс. Украина должна превратить железнодорожный сектор в эффективный и инновационный. Это даст возможность УС привлечь гораздо больше пассажиров и стать прибыльной. Сейчас компании не хватает коммерческого подхода, из-за чего и возникает необходимость в субсидировании. Об этом в интервью РБК Украина рассказал генеральный секретарь организации пассажирского транспорта в Европе Алрайл Никбрукс. В первую очередь в Украине не хватает коммерческого подхода к организации железнодорожного транспорта. В условиях рыночной экономики, а мы верим, Украина движется в этом направлении, считается привычным иметь сферы железнодорожного и авиатранспорта, функционирующие на коммерческой основе. Поэтому вполне приемлемо внести или усилить коммерческую составляющую, если таковой не имеется, пояснил У. По его словам, либерализация рынка перевозок поможет железнодорожному сектору стать более эффективным и инновационным, а соответственно больше зарабатывать и не нуждаться в субсидиях. Если рынок перевозок чувствует давление конкуренции, это стимулирует. И если он станет более эффективным и инновационным, то это привлечет пассажиров, что автоматически приведет привлечению большего числа людей, что на мой взгляд полностью соответствует целям устойчивого развития зеленого соглашения Европейского Союза и, наверное, целям украинского правительства тоже. Так что нет никакой необходимости продолжать иметь глубоко субсидированную неэффективную железнодорожную компанию, такую как Укрзализница, говорит эксперт. Он выразил уверенность, что у украинских железных дорог большие перспективы. Но на постсоветском пространстве многие государственные компании почему-то считают зазорным иметь доходы. Железнодорожным компаниям не должно быть зазорно стремиться получать прибыль. В некоторых странах, особенно бывшего Советского Союза, есть ощущение, что железная дорога должна быть государственной и нуждаться в субсидиях, поскольку она предназначена для народа. Но если мы посмотрим на другие примеры в Европе, то увидим, что открытие рынка сэкономило много денег тем же людям, налогоплательщикам, но также улучшило обслуживание. Например, в Чехии и Словакии количество пассажиров увеличилось на 90% после либерализации рынка. Так что, конечно, эта модель может работать и в Украине, уверен Нил Брукс. По его словам, Украина очень хорошо устроена для пассажирских перевозок на дальние расстояния. Есть много интересных маршрутов. Поэтому было бы очень хорошей идеей использовать те же директивы и те же цели либерализации рынка, которые Европейский Союз принял в своих четыре пакетах реформ. Особенно, по его мнению, Украине будет интересен четвертый пакет реформ, так как он был направлен как раз на либерализацию пассажирского транспорта и допуск к перевозкам частных операторов. Напомним, ранее народный депутат Украины Людмила Буймистер заявила, что Укрзализница работает абсолютно неэффективно, а реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности. В свою очередь директор по коммерческой работе Укрзализницы Ираклия Зугбая заявил, что реформирование компании будет проведено в соответствии с европейскими стандартами на вертикали по грузоперевозкам, инфраструктуре и пассажирским перевозкам. Это сделает ее прибыльной компанией.